В чем особенности форума «Я гражданин Подмосковья»? Эти форумы имеют такой продолжительный масштабный формат проведения в несколько смен продолжительностью в общей сложности 21 день. Этот форум объединял до настоящего года молодежь Подмосковья, а в этом году впервые принято решение пригласить для участия в этом форуме молодежь Ярославской, Тульской, Воронежской и Брянской областей. На форуме жизнь у участников очень насыщена, очень активна. Программа культурно-развлекательной программы, она, скажем так, носит более второстепенный характер. Это, конечно же, образовательная программа. Это программа, направленная на личностный рост каждого участника. Это возможность познакомиться с молодежными практиками в различных муниципалитетах. Это встреча с интересными спикерами, встреча с медийными личностями. Они приезжают на каждую смену, проводят открытые лекции, проводят мастер-классы, тренинги. И это действительно очень значимое мероприятие. В числе участников, спикеров прошлого года, прошлых лет, это и Вячеслав Фетисов, это и наши знаменитые спортсмены, это и звезды нашего телевидения, такие как Тина Канделаки. То есть, это на самом деле очень масштабное мероприятие. И чем привлекателен данный форум, это тем, что он предназначен для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Мы, конечно, слышим от наших жителей и от нашей молодежи очень много разных противоречивых мнений, что было бы это интереснее молодежи, может, более младшего возраста. Но так вот сложилось в нашей системе, что для ребят помладше есть оздоровительные лагеря, досуговые лагеря, в которых они могут поехать. А вот для ребят, которые уже постарше, начиная с 18 лет, таких лагерей фактически нет. И вот на уровне Московской области проводится такой форум, как раз на котором ребята с 18, ну и уже до 30, это уже не ребята, это уже состоявшиеся люди, они могут как раз провести с пользой свое время. То есть, это и самообразование, это и обмен опытом, это где-то и отдых. И, конечно, это очень-очень много полезных знакомств, контактов и очень много полезной информации. Обращаю внимание, что участие в этом форуме, оно абсолютно бесплатно. Это вообще, конечно, такой беспрецедентный случай, когда доставка участников делегации от мытищ и к месту проведения и обратно осуществляется бесплатно централизованно автобусами. Пребывание на территории, оно тоже абсолютно не требует никаких оргвзносов. То есть, все это делается за счет государственной программы, которая утверждена правительством Московской области. Где будет проходить форум «Я гражданин Подмосковья» в этом году? В этом году молодежный форум «Я гражданин Подмосковья» состоится на территории Волоколамского района, сельское поселение Осташевское. Впервые эта площадка выбрана главным управлением социальных коммуникаций. И уже с ранней весны начались подготовительные работы по оборудованию места проведения. В этом году впервые созданы будут совершенно новые, даже я бы сказала, уникальные условия пребывания всех участников форума. Во-первых, участники будут проживать не в палатках, как это было в предыдущие годы и вызывало массу и неудобств, и дискомфорта, и вопросов. А впервые будут проживать в неких таких жилых модулях, блоках, которые оборудованы двухъярусными кроватями на 6-8 человек. То есть, всепогодность нашему форуму уже обеспечена. Плюс в каждом таком жилом модуле есть точка доступа электропитания, соответственно, все телефоны и гаджеты можно будет подзаряжать. Ну и также будут шкафчики для личных вещей. Плюс оборудовано специальное место типа столовой, в которой предусмотрено разнообразное меню, в том числе и вегетарианское. То есть, готовить на костре в этом году тоже не придется. Мы за безопасность, за сохранение лесных массивов, за экологию. Поэтому питание тоже будет предусмотрено трехразовое, полноценное и комплексное. Сколько человек от городского округа Матищи будет участвовать в форуме? В этом году от Матищинского городского округа приглашают 400 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Задача, скажем, не из простых. И поэтому мы, конечно же, сейчас вот в своем этом обращении хотели бы пригласить всех жителей городского округа Матищи принять участие в форуме. В каждой смене могут принять участие по 80 человек. Мы готовы всех привезти туда и обратно. Смены будут проходить по 5 дней. Первый день – это день заезда, ознакомления, общие такие мероприятия. И последний день – это день уже отъезда. Плюс ко всему на последней смене будет организована выставка инновационных достижений Московской области, в которой городской округ Матищи также будет принимать участие. Выставка будет проходить все 5 дней. И мы, конечно же, приглашаем и нашу молодежь, и наше предприятие принять участие в этой выставке. Принять участие молодежи можно как в одной смене, так и в двух, и в трех, и даже во всех. У кого-то есть, например, отпуск, но нет возможности куда-то выехать, но есть большое желание с пользой провести время. У вас есть уникальная возможность заехать на этот форум и 21 день провести полноценно, как вот в лагере. Что больше всего привлекает молодежь? Сейчас мы ведем уже прием заявок, ведем регистрацию потенциальных участников форума. И на данный момент приоритет отдается первой смене направлению творчества. Видимо, матищинская молодежь очень творческая, талантливая и креативная. Но на остальные смены у нас также уже есть участники. Конечно, к сожалению, пока не в том количестве, в котором нам нужно, то есть не 80 человек, немного поменьше. Но я хочу сказать, что в этом году организаторы задумали форум таким образом, что в рамках каждой смены, несмотря на ее приоритетное направление, например, волонтерство или творчество, или это профессиональное образование, будет работать 7 направлений, которые также будут направлены и на медийность, и на волонтерство, и на дизайн, и на экологическое образование, и на патриотику, и на активную гражданскую позицию. Поэтому, дорогие ребята, если вы выбрали, например, смену волонтеры, то в рамках этой смены также будут все вот эти направления освещены, также будут работать и проектные мастерские, и мастер-классы, и лекции, и общение по интересным направлениям. Также во время проведения форума «Я гражданин Подмосковья» будет организована защита проектов участников премии губернатора «Наша Подмосковья». Все прекрасно знают, что на данный момент идет заявочная кампания, то есть любой житель здесь уже вне зависимости от возраста может подать свою заявку, свой проект на специальном сайте нашеподмосковья.рф, и предусмотрена в дальнейшем защита на муниципальном уровне. Так вот, в рамках этого форума защита будет тоже предусмотрена. И по опыту прошлого года очень многие ребята, которые прошли защиту именно на форуме, стали потом обладателями премии. Как попасть на молодежный форум? Сейчас мы будем проводить еще как бы большую рекламную кампанию по набору участников. И всегда встает у ребят вопрос, хорошо, мы услышали, что есть форум «Я гражданин Подмосковья», как туда попасть. Попасть туда, друзья, очень просто. Достаточно зайти на страничку ВКонтакте, которая называется «Мытищинская молодежь» и попасть в закрепленную запись форума «Я гражданин Подмосковья». Там есть Google-форма. Это специальная регистрационная форма, заполнив которую вы попадаете в список участников. За пару дней мы вас всех обзваниваем, говорим информацию о дате, времени и месте отправления, сверяем свои позиции и все, пожалуйста, вы становитесь участником. Но в этом году еще необходимо пройти регистрацию на сайте «АИС молодежь». Ссылку мы в своей Google-форме тоже прикрепили, то есть такая двойная регистрация. Для чего это сделано? В рамках проведения форума для каждого участника будет выдан электронный пропуск, то есть позволяющий каждому участнику передвигаться по территории форума, попадать на все мероприятия, то есть с ID-номером. И для этого есть еще вот такая вторая регистрационная форма «АИС молодежь». Также вы можете по всем интересующим вопросам позвонить к нам в Управление по работе с молодежью Администрации городского округа «Мытищи». Телефон 8-498-720-5452. В прошлом году в форуме «Я гражданин Подмосковья» от городского округа «Мытищи» приняло порядка 170 ребят. И я хочу заметить, что вот на протяжении всей истории проведения форумов наши ребята растут. Очень многие ездят уже не только как участники, но и как спикеры, как кураторы, как ребята, которые вот уже вовлечены в более как бы высокий уровень организации этого форума. Также и в этом году у нас есть ребята, которые поедут волонтерами, кураторами и спикерами. Поэтому, дорогие друзья, я вас всех приглашаю на этот замечательный форум. Проведите это лето с пользой. Проведите его на просторах нашего Подмосковья. Проведите его в компании своих единомышленников. Познакомьтесь с такими же интересными ребятами из других муниципалитетов и областей. Окунитесь в жизнь молодежи и в атмосферу нашего Подмосковья.